Привет всем и вновь приветствую вас на канале Я Хочу Все Знать. Сегодняшнее видео будет о загадочных людях, часть 2. Желаю всем приятного просмотра. Леди-бабушка. Убийство в 1963 году Джона Кеннеди породило множество теорий заговора. И одной из самых мистических деталей этого события является присутствие на фотографиях некой женщины, которую окрестили Леди-бабушкой. Эта женщина в пальто и солнечных очках попала на кучу снимков. Более того, на них видно, что у нее была камера и она снимала происходящее. ФБР пыталась ее найти и установить ее личность, но безуспешно. Позже ФБР обратилась к ней с призывом предоставить ей видеоленту в качестве улик, но никто так и не пришел. Просто подумайте, эта женщина при свете дня, на виду у минимум 32 свидетелей, была очевидцем убийства и сняла его на видео. И все же ее никто не смог опознать, даже ФБР. Она так и осталась тайной. ЭТОРЕ МАЙОРАНО Итальянский физик родился в 1906 году. Его научным идеям и разработкам предрекли величайшее будущее, способное перевернуть мир. 22 года ЭТОРЕ был зачислен в Римский университет Ла Сапиенса, а уже спустя год стал доктором наук. В 1937 году молодой ученый открыл нейтринно, чем сумел опередить свое время на полвека. Однако ЭТОРЕ многократно сообщал, что недоволен результатами своей деятельности, поэтому старался не опубликовать свои труды. Он даже уничтожал собственные расчеты, будто осознавая неготовность человечества к таким знаниям. А в 1938 году случилось странное. Ученый забрал все свои денежные спережения из банка, оставил записку с просьбой к родным простить и помнить его, а затем исчез. Спустя какое-то время коллеги ЭТОРЕ получили телеграмму с сообщением о возвращении. Однако ученый после этого пропал окончательно. Высказывается предположение, что ЭТОРЕ осознавал страшные последствия от обнародования своих величайших и загадочных открытий, время которых еще не пришло. В ту эпоху в Италии главенствовали фашисты. ЭТОРЕ мог намеренно скрыть себя и свои знания о том, как создать оружие массового уничтожения. Такую теорию подтверждает и то, что Бенито Муссолини лично курировал поиски ученого, который мог стать жертвой кровавых политических игр. Итальянская прокуратура заявляет, что ЭТОРЕ с 1955 по 1959 годы пребывал в Венесуэле. Однако до сих пор остается загадкой, почему гениальный ученый решил отправиться именно в Южную Америку и не вернулся в своей семье после падения диктаторского режима в родной стране. Агент 355 Одним из первых шпионов в истории США, причем женщиной-шпионом, была агент 355, работавшая во время Американской революции над Джорджи Вашингтона и входящая в шпионскую организацию Калпер Ринг. Эта женщина предоставляла жизненно важную информацию о британской армии и ее тактике, включая планы диверсии и засад, и если бы не она, итог войны мог бы быть другим. Предположительно, в 1780 году она была арестована и отправлена на борт тюремного корабля, где родила мальчика, которого назвали Робертом Таунсендом, младшим. Чуть позже скончалась. Однако историки с недоверием относятся к этому сюжету, заявляя, что женщин в плавучие тюрьмы не отправляли. К тому же нет никаких свидетельств по поводу рождения ребенка. Элла Харпер Американка осталась в истории цирка как девочка-верблюд. Ее отличала врожденная патология – рекрувация коленных суставов. Из-за этого человек может перемещаться только лишь на четвереньках. В 12 лет Элла начинает цирковую карьеру, гастролируя шоу «Хэрис Никелплейд», получая достойные 200 долларов в неделю. Публику заманивали обещанием показать привлекательную юную леди, которая получила походку и часть тела верблюда. Ходить Элла могла только на руках и ногах одновременно, так как ее колени были вывернуты в другую сторону. А в 1886 году Элла приняла участие в фотосессии, благодаря чему мы можем точно увидеть, как она выглядела. Тогда же девушка решила покинуть шоу-бизнес и заняться образованием. В 1903 году Элла Харпер перебралась на шелке, вскоре вышла замуж, но ребенка сохранить пара не сумела, умерла и удочеренная позже девушка. Синг-Абу, повелитель змей Среди самых странных, загадочных людей планеты находится и Синг-Абу, которому не страшны укусы самых ядовитых змей. Мужчина впервые заметил такую удивительную способность, когда в террариуме, где он работал, его укусила кобра. Удивительно, но он не почувствовал даже легкого жения. После этого случая Синг-Абу провел опасный эксперимент с Юрсой, но и в этот раз укус не навредил ему. Такая особенность не осталась без внимания медиков. Которые провели тщательное исследование организма Синг-Абу. Удивлению их не было предела. В лаборатории установили, что кровь мужчины не относится ни к одной из существующих групп. Яд рептилий, попадая в нее, преобразовываются вещества, не опасные для организма. Дорогие друзья, и вы были на канале, я хочу все знать. На этом я заканчиваю. Всех благодарю за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и оставлять комментарии. До скорых встреч. Пока-пока.